День добрый! Сегодняшний пост мы хотели бы посвятить очень актуальной проблеме, которая нас посещает или к нас появляется у нас каждый шаббат. Дело в том, что мы все знаем, что в шаббат, многие слышали, по крайней мере, что в шаббат нельзя чистить зубы. Да? Звучит как такое немножко неприятное для интеллигентного уха, скажем так, запрет какой-то такой. Как-то оно так некомфортно для нас звучит, что даже зубы в шаббат нельзя почистить. И часто я сталкивался с вопросом, который задают люди, почему, собственно говоря, почему нельзя в шаббат чистить зубы. Есть две причины. Первая, во-первых, когда у нас есть паста, которая является таким вот кремом, да, то мы ее размазываем. Размазывать, как известно, например, у меня есть крем, да, у меня высохли руки в шаббат, я не могу взять и кремом помазать руки. Поскольку есть запрет размазывать, да, поскольку когда я размазываю, делаю гладко. Это производного запрета разглаживать, да, делать гладким. Есть просто мазать, да, потому что края я размазываю, и это написано, что это является запретом размазывать. Теперь есть еще один вопрос, что когда мы берем щетку, то в ее волосках, да, впитывается вода, и тем самым получается, получается, что мы выжимаем воду, когда мы ее пользуемся. У меня есть еще третий запрет, который бывает не у всех, а это, что, возможно, появляется кровь, когда чистят зубы, некоторые люди начинают кровоточить десны. Это тоже запрет, тем самым человек, который чистит зубы, он пускает кровь. Но тут нужно сказать, что действительно это не у всех. Это те, кто, у кого есть продонтоз, или иногда бывают просто какие-то там близкие продонтозы в состоянии, тогда есть такая проблема. Но это не у всех. Ну, в общем, три возможных проблемы. Теперь, недавно в продаже появились вот такие вот щетки, у которых зубчики сделаны из, или щетки, которая вся сделана из силикона, да. Она так и называется Brush Glut, да. И они продаются здесь, в Израиле. И это такое решение проблемы, да. Потому что теперь вот с помощью вот этой щетки, да, можно совершенно спокойно чистить зубы в шаббат, и она не впитывает влагу вообще, сделанные все её щетинки, сделанные из силикона, да. Они от трёх разных толщин, чуть толще, чуть меньше, чтобы она могла так как бы проникать туда, везде, куда надо. И если мы говорим о пасте, то пасты тоже, так сказать, можно не использовать. Есть вот эта вот жидкость, которая называется листрина. Это такая, так называемая, жидкость для освежения полости рта. И её тоже можно использовать. То есть так вот в коробочку, в крышечку её наливаем, и пользуемся в шаббат. Единственное, что те люди, у которых есть парадонтоз, и от того, что они чистят зубы, возможно, что они пустят кровь в себе, это не является решением их проблемы, и они должны сами, так сказать, как-то решать эту проблему с врачом, каким образом они могут сделать, как-то улучшить, решить свои проблемы с парадонтозом, и тогда они могут использовать два этих патента. Ну вот, в принципе, собственно говоря, и всё. То есть если в шаббат можно чистить зубы, но только нужно знать, как. Вот с помощью жидкости, а не с помощью пасты, с помощью такой щётки, а не с помощью обычной щётки, впитывающей влагу. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...